Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Я заметил, что многие люди думают, что когда спотовый биткоин ETF будет одобрен, это станет абсолютной катастрофой для цены биткоина. Это будет масштабная манипуляция, а вся этика самого протокола биткоина будет нарушена. Сегодня я хочу показать тебе видео, которое ты должен увидеть. Оно принадлежит криптоинфлюенсеру British HODL. Я впервые слышу об этом парне, но следующие 15 минут на этом канале я отдам ему, потому что он раскрывает конкретно и точно, что происходит. Он показывает настоящую природу того, что делает BlackRock. И если кто-то, включая меня, считает себя умнее крупнейшего управляющего активами в мире, пришло время очнуться от сна. Я определенно не умнее BlackRock, скорее всего, как и все остальные. Но если ты думаешь о том, чтобы продать свой биткоин прямо сейчас, паникуешь, думаешь, что мы упадем до 10 тысяч долларов. Что ж, это может произойти. Но ты явно не осознаешь того, что на самом деле происходит и что ожидает биткоин в будущем. Я настоятельно рекомендую досмотреть это видео до конца. Но прежде не забудь поставить лайк. Давай наберем 2000 лайков. Это поможет видеоролику достичь 20 тысяч просмотров. Это очень важно. Даже не для меня, не для канала, а вообще для будущего индустрии и для всех инвесторов в биткоин. Какова конечная цель BlackRock в отношении биткоина? Почему они вдруг начали прилагать столько усилий для утверждения спотового биткоин-ИТФа? Ларри Финк говорит о биткоине на CNBC. Я бы хотел рассказать о том, в каком направлении, по моему мнению, будет двигаться BlackRock на этом рынке. И я хочу дать вам свое предсказание относительно того, как, по моему мнению, BlackRock и институционалы будут доминировать в этой отрасли. Для тех, кто сидит здесь и размышляет о том, а стоит ли связываться с биткоином, BlackRock накапливает биткоины и планирует контролировать всю эту индустрию. Вы не такие, как BlackRock. BlackRock очень стратегичны и очень профессиональны. Знаете, когда возникла идея ESG, была одна фирма, которая владела кучей лесных угодий и которая могла продавать углеродные кредиты. Это BlackRock. Еще одна вещь заключается в том, что ESG, хоть и действительно хорошая вещь для окружающей среды и экологии, но он не принес реальных доходов своим инвесторам. Доходность ниже уровня инфляции. И инвесторы смотрят на ESG и думают, а какого черта моя доходность оказалась такой низкой? Так каково же решение номер один? Именно это, на мой взгляд, и происходит сейчас. Придумать, как взять самый высокодоходный актив, известный человечеству, и сделать его ESG дружелюбным. Теперь вы можете поместить этот актив в корзину активов ESG. И в течение следующего десятилетия ваш ESG теперь выглядит так, как будто дает вам 20% в год. Тогда как раньше он давал всего 5. Так что теперь идея ESG оправдывает себя, биткоин оправдывает себя, все довольны, и BlackRock выглядит хорошо. Вот что, на мой взгляд, происходит в стратегическом плане. Во-первых, я думаю, что компания BlackRock уже приобрела или приобретает биткоин в данный момент. Они понимают, что здесь доступное предложение монет ограничено. Они понимают, насколько это важно. Если бы они этого не понимали, они бы не покупали лесные угодья, чтобы продавать углеродные кредиты. В деревьях нет ценности. Нет никакой ценности в собственности, если можно строить неограниченное количество собственности. Единственная ценность жизни заключается в том, что она конечна. Таким образом, BlackRock действительно понимает, что такое дефицитный актив. И я знаю, что есть куча людей, чей капитал не превышает и тысячи долларов. Эти бумеры верят, что BlackRock не понимает этого. Вы думаете о том, что вы, читая новости, как только они публикуются и делая ретвиты других людей, думаете, что знаете о самом твердом активе в истории больше, чем BlackRock? Тогда вы крайне высокомерны. Мне все равно, что говорит Ларри Финк по телевизору. Если я владею такой крупной фирмой, я назначаю сотню человек. И вся их жизненная задача заключается только в том, чтобы разобраться в биткоине. Что нужно понять о биткоине? Что же мы упускаем? Чего мы не понимаем? И я бы сделал это много лет назад, прежде чем предпринимать какие-то другие действия. И об этом свидетельствует внутренний отчет BlackRock, утечка которого произошла год или около того назад. Они понимают, что такое биткоин. А вы сидите и говорите, что BlackRock не шарит, что это такое. Вы дурак? Нужно посмотреть себе в глаза в зеркало и спросить, а есть ли в твоих словах смысл? Я гарантирую, что у BlackRock гораздо больше людей, чем ты в своей жизни видел, которые тратили и тратят годы, чтобы разобраться в биткоине. Теперь они разобрались и хотят сыграть на это. Таким образом готовится к запуску спотовый биткоин ETF, который позволит BlackRock всасывать весь биткоин в мире в этот ETF. Насколько это возможно? В этом есть большие преимущества, потому что так ты можешь контролировать цену актива. И этого более чем достаточно. Потому что хотите вы это признать или нет, большинство людей, которые говорят, какие плохие США, Великобритания, Австралия, Канада и так далее, они ничего не делают, кроме этого. Они не уезжают из страны, потому что у них есть дом, у них есть семья, у них есть родители, у них есть дети, муж и жена. У них есть обязательства в этой стране. Поэтому максимум, что они могут сделать, это написать об этом в Твиттере, поговорить об этом. На самом деле они не собираются физически вставать ее и сжать. Так что идея суверенитета для людей менее ценна. Они предпочитают суверенитету доступ к ресурсу. И я не говорю, правильно это или нет, я просто говорю, как есть. Именно поэтому этот ETF-рэпер так важен для биткоина. Потому что он позволяет людям получить доступ к ресурсу. И это позволяет им увеличить свое богатство, что дает им больше суверенитета. Хоть это и может быть и не настоящий суверенитет. Но это дает им некую версию суверенитета, потому что если у кого-то есть 10 миллионов долларов, а не 100 тысяч долларов, то он чувствует себя более суверенным. Поэтому BlackRock и собираются всосать как можно больше биткоинов в этот ETF. И я считаю, что цель этого контролировать как можно больше биткоинов. Итак, теперь вы используете ETF для контроля над биткоином. Далее дело за сервисами. Одна из самых прибыльных вещей, которые они запустят после этого, это биткоин-кредиты. Потому что количество денег, которое генерируется благодаря кредитованию под существующие активы, просто гигантское. И я гарантирую, что для такой организации как BlackRock будет гораздо безопаснее кредитовать под биткоин ETF, чем под биткоин. Например, Чамат действительно делает это, накапливая биткоины через GBTC, а не напрямую. Да, он владеет акциями GPTC и просто держит их. Он так поступил, потому что это имеет смысл для того, кто является новым покупателем биткоина. Потому что новый покупатель гораздо более искушен, и ему нужны доступы к ресурсам и контактам, которые позволяют ему генерировать ликвидность на активе, который рынок принимает по гораздо более низкой цене. Например, если стоимость заимствования под биткоин через Unchain Capital составляет 12% в год, то через ETF-обертку биткоина это всего 8% в год. Это большая разница для того, у кого есть, например, 400 миллионов долларов. Вы должны начинать мыслить шире. Игра меняется. Эти люди другие. Они будут покупать биткоин и ждать, когда он пойдет вверх, а затем ликвидировать его через эти сервисы. И поэтому эти сервисы чрезвычайно важны. Потому что людям нужен доступ к ликвидности. И банковская система будет в восторге от этого. Потому что если они будут брать кредиты под биткоины, а биткоин будет параболически расти, и все начнут брать под него кредиты, подумай, что произойдет с банковскими депозитами. Да, они же решат все свои проблемы. Вот о чем говорит и Питер Данворд. Вы хотите создать ликвидность поверх биткоина? Потому что эта ликвидность затем будет постоянно циркулировать в банковской системе. Спотовый биткоин ETF – это лучший способ достичь этой цели. Для банковской системы, для BlackRock. Что же они делают? Они подают заявку на ETF, как только выяснили условия ее одобрения. И если учесть, что за всю историю существования ETF-ов им было отказано только один раз, шанс успеха 99%. Так что они получат этот ETF и начнут всасывать все эти биткоины. Будут люди, которые конвертируют свои биткоины и вложат их в этот ETF. Хотите вы их осуждать или нет, мне плевать. Люди, у которых едва ли тысяча долларов капитала, будут выйти о том, что они забирают нашу свободу. Но люди, у которых сотни миллионов, даже миллиардов долларов, понимают игру лучше, чем мы. Это может показаться грубым и оскорбительным для некоторых людей, но это правда. И мы должны это осознать. Потому что если вы не поймете, что эти новейшие финансовые инструменты будут позволять использовать биткоин, чтобы генерировать на нем ликвидность, за счет которой можно будет делать все, что захочется без необходимости продавать биткоин, то вы потерпите поражение. Вы продадите свой биткоин этим людям. Они с радостью дадут за него даже миллион долларов. Почему? Потому что они действительно понимают конечность дефицита актива. Они понимают, как важно приобрести как можно больше этого актива, чтобы контролировать рынок. Как вы думаете, почему BlackRock скупает дома? Я читал статистику, только 41% домов США принадлежат людям, которые в них живут. Подумайте об этом. Это уже происходит на рынке недвижимости. Это вот-вот произойдет на биткоине. И в случае с биткоином все даже лучше. Потому что мне не нужно никуда посылать команду. Как только я владею активом, это уже записано в блокчейне, и это неизменно. Таким образом, я значительно снижаю свои затраты на управление этим конкретным активом. Вместо того, чтобы иметь команду из 2000 человек по всей стране, которые следят за моими активами, у меня есть команда из 200 человек, которые анализируют рынок. Итак, первый шаг – это подача заявки на ETF. Следующий шаг – то, что вы видели в случае с SkyPMG. Они выпустили отчет, и в нем сказано, что биткоин соответствует требованиям ESG. Это то, о чем я говорил еще 9 месяцев назад. Крупное издание собирается опубликовать статью о том, почему биткоин является благоприятным с точки зрения экологии и климата. Потому что, если я контролирую СМИ и влияю на них, что я хочу сделать? Это приобрести как можно больше этого актива. Что им нужно приобрести как можно больше этого актива. Теперь я собираюсь попросить крупнейшую медиа-организацию в мире написать статью о том, почему биткоин соответствует принципам ESG. И я предоставлю им все данные, которые доказывают, что это так. И теперь они пишут «Круто, биткоин теперь экологически дружелюбен и климатически безопасен». И теперь все фонды, которые думали о ESG, потому что BlackRock оказывал на них давление, говорят «Мы что, можем сказать людям, что мы ESG дружелюбны и начнем делать 80% доходности в год?» Ну, конечно, да. Вкладывай в этот актив сколько сможешь. Конечно, они не войдут на 100%, но какая-то небольшая локация будет. И все это время мы говорим об активе, который полностью конечен. Что же делать дальше BlackRock? Владеть майнерами. BlackRock не просто выходит и говорит «Мы возьмем небольшую часть рынка». Они хотят получить все целиком. Поэтому теперь они собираются увеличить свои доли владения майнерами. Они попытаются их контролировать, попытаются получить контрольный пакет акций всех этих компаний. Таков план игры. Как только они будут контролировать майнеров, как только они будут контролировать нарратив ESG, биткоин станет дружелюбным для финансов. Следующий шаг может занять от 6 до 8 лет. Мы должны будем понять, как интегрировать биткоин в финансы. Потому что теперь мы можем использовать биткоин и действительно помогать окружающей среде, каждый раз, когда мы совершаем транзакции. Что же делать? Круто. Давай купим Strike. Теперь Strike – это компания, которая удовлетворяет принципам ESG. Потому что теперь мы продвигаем идею о том, что мы спасаем окружающую среду, используя биткоин. Отлично, теперь BlackRock начинает контролировать финансовые услуги на основе биткоина. О, люди хотят брать кредиты под биткоин? Круто. У нас уже есть такая возможность. Все, что вам нужно сделать, это разместить свой биткоин в наш ETF. И вы можете брать под него займы. Вы берете этот займ и кладете его на свой банковский депозит. И теперь у банка есть ликвидность, под которую опять же можно кредитовать. И это начинает работать. И по мере роста цены на этот актив, вы занимаете под него еще больше, вы кладете еще больше депозитов, и банк кредитует под них еще больше. Таким образом, все это будет создаваться компанией BlackRock для того, чтобы завладеть будущим расширением империи доллара США. И сейчас найдутся те, кто скажет, боже мой, это же так плохо. Но вы не можете это контролировать. Потому что биткоин – это деньги для всех. Вы не можете контролировать то, что они собираются сделать. Побочный продукт этого – это то, что если ты останешься холдером, потенциально сможешь получить движение цены вверх на многие проценты из-за дефицитности этого актива. Но биткоин будет способствовать расширению доллара США, если BlackRock добьется своего. Потому что так всегда происходит, когда активы растут в цене. Активы растут, люди берут займы под эти активы, эти заимствования вливаются в банковскую систему, и банковская система расширяется. Вот такой круговорот ликвидности. В среднесрочной перспективе, я имею в виду 25-30 лет, это приведет к расширению доллара. Это другой способ добиться этого. Поэтому биткоин ETF чрезвычайно важен. Вот почему они занимаются этим. Потому что они понимают, что обычный состоятельный человек хочет владеть чем-то через ETF. У него не будет головной боли с бухгалтерией, не будет головной боли по поводу анализа, не будет головной боли по поводу всего остального. Он просто купит ETF. Вот какой, на мой взгляд, план. Они хотят контролировать всю индустрию. И все держится на контроле над активами, контроле над основными игроками в отрасли. И в конечном счете контроле над финансовыми услугами. Потому что чем больше финансовых услуг перейдет на биткоин, тем выше будет расти его цена. Поэтому они будут поощрять вас брать кредиты под биткоин. Они создадут стимулы для того, чтобы вы брали кредиты. Такова программа действий BlackRock. И в конечном счете самое прекрасное то, что они не могут фактически контролировать базовый актив, базовый биткоин. План игры, разработанный компанией BlackRock, очень глубок. Несколько шагов. Запуск ETF. Биткоин становится ESG дружелюбным. Захват контроля над большей частью инфраструктуры, включая майнеров. И запуск новых финансовых услуг на основе биткоина. Имейте в виду, платить миллионы долларов за биткоин для этих людей – ничто. Вы должны держаться за свои монеты так крепко, как только сможете. Защищать свой биткоин любой ценой. Прекратите тратить свои биткоины на NFT. Это самый важный актив, который когда-либо открывало человечество. И вы хотите потратить его прямо сейчас, в то время как BlackRock начинает строить все это. Это безумие. Держитесь за свои биткоины так крепко, как только сможете. И помните, что существует только три правила работы с биткоином. Шаг номер один – вы покупаете биткоин. Шаг номер два – вы молчите об этом. И шаг номер три – вы становитесь сказочно богатым. Очевидно… Что ж, друзья, очевидно, что он объяснил это гораздо лучше, чем смог бы я. Вот почему я хотел показать это видео тебе. Но надеюсь, что после просмотра ты поймешь, что нас ожидает. Теперь пазл складывается. Помнишь все те новости? BlackRock покупает акции майнеров. BlackRock покупает Strike. BlackRock продвигает нарративы SG. BlackRock подает заявку на спотовый биткоин ETF. Банки отчаянно ищут способы получить ликвидность. Доллар США требует трансформации. Недвижимость США отжимается BlackRock. И именно поэтому мы говорим об этих сумасшедших цифрах. 100 тысяч долларов, миллион долларов, может быть даже больше за биткоин в будущем, через 25 лет. Потому что, очевидно, им все равно на цену. Когда они поняли, что в конечном итоге можно сделать с биткоином. Спасти банковскую систему. Трансформировать доллар США. Контролировать финансы. Контролировать мир. Поставь лайк, если тебе понравился этот потрясающий материал от British HODL. А меня зовут Богатейший Ди и мы увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Продолжение следует...